Пока на сегодняшний момент, по оценке за первый квартал, вы из финансовых критерий, показателей, все-таки за границей выходите, да? Выходим, да, выходим. Ну, здесь получается, как бы, да, эти 4 миллиона, просто у нас еще подвисают прошлогодние, да, 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 то есть, вот, скажем так, да, 2 миллиона 800. Жалобы жителей, мы же все это привязанно понимаем, все это видим, читаем, держим вращения, которые в жители поступают. Хотел бы все-таки узнать, у вас есть, будут ли какие-то принципиальные изменения в работе? Вот здесь вы же понимаете, что это не очень быстро все произойдет, то есть, если мы говорим непосредственно за троллейбусом, то там достаточно большой объем работы, и тут никакого секрета нет, я думаю, что мы не первые с этим предложением выходим все-таки по поводу использования той возможности второй очереди моста Победы, где будет возможность все-таки протянуть троллейбусный маршрут, создать новую сетку и сорганизовать новый троллейбусный маршрут, который будет более рентабельным, более ликвидным, потому что на сегодняшний день, скажем так, единственный городской маршрут, который троллейбусный у нас есть, пятый, я не беру шестой, потому что все-таки они в основном работают в летний период на даче, ну и, естественно, утренний час пик, когда людей везет на работу. Городской, фактически городской маршрут у нас только пятый, этот маршрут дублируется у нас автобусом номер 9, автобусным маршрутом процентов на 80, так же, как там еще и присутствует у нас 22 маршрут, который точно так же львиную долю маршрута дублирует, поэтому, соответственно, у троллейбуса, конечно, слабые шансы быть более конкурентным в этой области. Снижение, скажем так, проездной стоимости проходили, это уже еще до нас, ну, не дает этого эффекта сделать проезд 20 рублей, вряд ли это наполнит наши троллейбусы пассажирами. Здесь вопрос решения только все-таки изменения маршрутной сетки, не только троллейбуса, но и, вероятнее всего, наверное, и в целом городской. В стадии как раз переговоров, кто сможет нам сделать, сколько это удовольствия будет стоить и как это вообще, вообще возможно ли это на самом деле с финансовой стороны, чтобы действительно все маршруты, все перевозчики, ну, более-менее были в равных условиях, чтобы не было у нас вот именно перекосов.